Здравствуйте! В эфире программа «Дело. Номер». Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. В начале о тяжком преступлении в Кустанае. Вечером 12 сентября в полицию поступил сигнал о совершении убийства. Преступление было совершено в одном из домов по улице Северной. Как сообщили нам сотрудники прокуратуры Кустанайской области, по подвердительным данным, в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами 40 и 43 лет произошел конфликт, в ходе которого старший соблюденников ударил младшего ножом. Пострадавший скончался на месте. На теле погибшего обнаружены два колота резаных ножевых ранения в области грудной клетки. Сотрудникам МВД Кустаная начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан. Ход расследования на контроле прокуратуры области. По нашумевшему делу об убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаева начался суд. Представители прокуратуры рассказали, в совершении каких преступлений обвиняются четверо жителей Кустаная, зав. отделением психиатрической больницы Заври Шизалдина и ее бывшие пациенты. Поводом для их задержания стали события 20 февраля этого года, произошедшие в квартире убитой. Сандыбаева ничего не подозревая, открыла дверь, собираясь на работу. В этот момент Каратенко, который стоял за дверью, дернул за ручку входной двери, чтобы Китибаев первым зашел в квартиру, а он следом. Китибаев, зайдя в квартиру, умышленно нанес два удара кулаком по лицу потерпевшей Сандыбаевой. Сандыбаева упала в коридоре перед выходом из квартиры, и Китибаев сразу же сел на тулович, потерпевшись. Описание процесса совершения убийства Рашиды Сандыбаевой, которое произошло 20 февраля этого года, у прокурора Тимура Шиктибаева заняло более 10 минут. На самом же деле нападение на известного врача-психиатра было совершено, что называется, молниеносно. После ударов руками Китибаев, как сказано в тексте обвинения, достал нож. Умышленно, с особой жестокостью нанес множественные ножевые ранения в жизненно важные органы, а именно в область сердца, легкого туловища и головы потерпевшей Сандыбаевой. В этот момент Китибаева, закрыв входную дверь с внутренней стороны, перевернул лицо потерпевшей Сандыбаева вниз, стал удерживать в таком положении, то есть перекрывая доступ кислорода. На шею Сандыбаева Китибаева накинул шнур, чтобы задушить ее окончательно. Китибаев в это время не переставал орудовать ножом. Всего потерпевшей, как следует из текста обвинения, было нанесено более 40 ножевых ранений, так что шансов выжить у нее не было. Это преступление, как выяснило следствие, совершить Китибаеву и Китибаеву и Китибаеву предложил Руслан Гафаров. Китибаев и Китибаев добровольно и осознанно согласились с предложением Гафарова совершить убийство потерпевшей Сандыбаевой из корыстного побуждения, а равно по найму, с целью получения материальной выгоды в виде денежных средств в размере 20 тысяч долларов США. Заказчиком же этого убийства, утверждает обвинение, стало зав. отделением Кустанайской психбольницы Зауреша Залдина, у которой в январе этого года с врачом-консультантом лечебницы Сандыбаевой возник конфликт. Выражение в том, что Сандыбаева стала собирать комплиментирующий материал по профессиональной деятельности Изалдина, подозревая последнее совершение преступных деяний по месту работы. После произошедшей конфликтной ситуации у Изалдина почва личных непрерывных отношений, а также во избежание разоблачения совершения противоправных действий, возник умысел на совершение убийств Койшины и Сандыбаевой. По утверждению обвинения, Изалдина боялась, что расследование Сандыбаевой откроет ее роль в организации «Краш», который по ее наводке готовил Гафаров. А совершали все тот же Китибаев и еще один бывший пациент психбольницы Конев. Койшина же своего начальника, ныне обвиняемая, хотела устранить, чтобы занять его должность. Признаете ли вину совершить предиады вам объявления? Нет. Полностью? Полностью не признала вину. Не признал вину и Гафаров. Китибаев заявил, что убийство совершил не по найму и к тому же в одиночку, но в противовес ему Кадатенко полностью признал предъявленное обвинение. В качестве свидетелей по делу об убийстве врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой, бывшего главврача Куснайской психбольницы и покушения на убийство нынешнего главы медучреждения Бакаджана Койшина, обвинение пригласило сотрудников лечебницы. Они же являются и коллегами предполагаемой заказчицы преступлений Зауреши Залдиной. В гульмерике Сабиева проработала с последние 10 лет. Как говорит свидетель, общались они только по работе. В принципе, она и не скрывала, что хочет быть главным врачом. Ни для кого это не было секретом. Получается, Изалдина сама говорила, что она хочет стать главным врачом? Не только мне, но все об этом знали. Как сообщила свидетель, у Изалдиной рабочие отношения с Койшином не сложились с самого момента его вступления в должность. Впрочем, как и Сандыбаевой, в последнее время занимавший должность председателя амбулаторно-судебно-психиатрической экспертизы по Кустанайской области. Сандыбаевой, частенько у них конфликты, конфликты, не конфликты, но Штага Жахмедовна была главным врачом. Раз в месяц она проводила планерки и часто делала замечания из-за ее школы. Не только ей. А почему по постам делали? По разным, в основном по работе. Свидетель вспомнила, что еще когда Сандыбаева была главврачом, в прокуратуру жалобы на работу психбольницы и ее сотрудников поступило анонимное письмо. По этому поводу тогда была собрана планерка, на которую начальница назвала Изалдину как наиболее вероятного автора анонимки и изложила его содержание. Письмо было очень большое. Она действительно была главным врачом. Она была очень хорошим главным врачом. Но в основном, конечно, там на нее поклеп, скажем так. И она, конечно, естественно, она возмущалась. Заведующая же детским отделением психиатрической больницы Валентина Харченко по просьбе государственных обвинителей вспомнила события этого года, произошедшие незадолго до убийства Сандыбаевой. Ну, на планерке, вот накануне происшествия, у нас был такой разговор. Рашлака Жахметовна говорила о том, что больной совершил тройное убийство. Она предъявляла претензии за урежку Анышин, что в ранней выписке данного больного, который лежал, ну, где-то 3-4 месяца назад. Напомним, речь идет о бывшем пациенте психбольницы Коневе, который совершил тройное особо тяжкое преступление. Он признан невменяемым и по решению уголовного спецсуда отправлен на лечение в закрытое медучреждение. В рассматриваемом сейчас деле он фигурирует как соучастник Раш, якобы спланированных из Алдиной. И одним из тех, кому ныне подсудимый Гафаров, предлагал совершить заказные убийства. Ранее он рассказывал следствие о планировании этих преступлений, но его показания сейчас не могут служить доказательствами в связи с признанием его недееспособности. Процесс допроса свидетелей продолжится и на следующих судебных заседаниях. Полицейские за 5 дней выявили почти 7 десятков фактов нарушений правил охоты и рыбалки. 44 мобильных группы, в которые кроме стражи порядка вошли государственные спектры и егеря, вышли с началом охотничьего сезона на проверку угодий и водоемов региона. В ходе проведения рейдов мероприятий было выявлено 67 правонарушений. Из них по нарушению правил охоты 27, также нарушение правил рыболов 127 и 13 нарушение правил перевозки, хранения гражданского оружия. Было изъятие за нарушение правил хранения, также за нарушение правил охоты 7 гладкостольных огнестрельных гражданского оружия. Нарушений, за которые охотников уже можно было бы назвать браконьерами и привлечь к уголовной ответственности, выявлено не было. Чаще всего любители дичи штрафовали из-за их собственной жадности. Например, жители Медогоринского района. У данного гражданина была однодневная путевка, лимит которого был 5 уток и 3 гуся. Он превысил лимит свой, у него отстрелян был 8 уток. За что? За нарушение правил охоты 5 МРП. Также помимо этого ущерб возмещается государству. На сегодняшний день за одну утку предусматривается 5 подсчетных показателей. Кроме того, участниками мобильных инспекторских групп за время операции было изъято 600 метров рыболовных сетей. А специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира зафиксировали 25 фактов нарушения природоохранного законодательства только за первые 3 дня проведения охоты. Из 25 составленных протоколов выявлено 11 фактов нарушения элементарных правил. Охотник должен иметь при себе специальное удостоверение с отметкой об уплате госпошлины, разрешение на охоту, путевку на соответствующее охотхозяйство и разрешение на право ношения охотничьего огнестрельного оружия. Все это есть не у всех. Они, получается, фактически берут путевку на одно охотничье хозяйство, а охоту производят в другом охотничьем хозяйстве. И в связи с этим это является нарушением правил охоты, что влечет за собой административную ответственность. Это административный штраф в размере 5 МРП. Незагистрированные оружия изъяты сотрудниками правоохранительных органов и во время проведения в Кустанайской области операции КАРУ. Всего полицейскими только за один день было проверено 800 владельцев оружия. У которых было выявлено 37 нарушений. Аннулировано 7 разрешений. Из незаконного оборота изъято 6 единиц огнестрельного оружия, в том числе один обрез и одно электрическое оружие, электрошокер. За период ОПМ, за первый день, было гражданами добровольно сдано 13 единиц на уничтожение. Из них 10 единиц кладкоствольного и 3 единицы газового оружия. Если вернуться к незаконно охранящемуся оружию, то электрошокер, как рассказал Абзал Булатов, был изъят у гражданина Российской Федерации при пересечении им границ Казахстана. Если в соседнем государстве этот предмет самообороны разрешен к ношению и применению, то в нашем запрещен. А обрез полицейские изъяли в Карасузском районе при выезде оперативной группы по сообщению о семейном скандале. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.